Вашингтон Ирвинг Рип Ван Винколь Посмертный труд Дитриха Никкербоккера Клянусь вот оном, богом саксов, творцом среды, Среда, вот она в день, что правда, вещь, которую храню до рокового дня, когда свалюсь в могилу. Картрайт Всякие, кому приходилось подниматься вверх по гудзону, помнят, конечно, Каацкельские горы. Эти дальние отроги – великая семья палачей, взнесенные на внушительную высоту и господствующие над окружающей местностью, виднеются к западу от реки. Всякое время года, всякая перемена погоды, больше того, всякий час на протяжении дня вносят изменения в волшебную окраску и очертания этих гор, Так что хозяюшки, что ближние, то и дальние, смотрят на них, как на безупречный барометр. Когда погода тиха и устойчива, они, одетые в пурпур и бирюзу, вычерчивают свои смелые контуры на прозрачном вечернем небе. Но порою, хотя вокруг, куда ни глянь, все безоблачно, у их вершин собирается сизая шапка тумана, и в последних лучах заходящего солнца она горит и сияет, как венец славы. У подножия этих сказочных гор путнику, вероятно, случалось видеть легкий дымок, вьющийся над селением, гонтовые крыши которого просвечивают между деревьями как раз там, где голубые тона предгорья переходят в яркую зелень, растилающиеся перед ним местности. Это старинная деревушка, построенная голландскими переселенцами еще в самую раннюю пору колонизации, в начале правления доброго Питера Стюйвизента. Да будет мир праху его. И еще совсем недавно тут стояло несколько домиков, сложенных первыми колонистами из мелкого, вывезенного из Голландии желтого кирпича с решетчатыми оконцами и флюгерами в виде петушков на гребнях островерхих крыш. Вот в этой-то деревушке и в одном из таких домов, который, сказать по правде, порядком пострадал от времени и непогоды, в давние времена, тогда, когда этот край был еще британской провинцией, жил простой, добродушный малый по имени Рип Ван Винколь. Он принадлежал к числу потомков тех самых Ван Винклей, которые с великою славой подвязались в рыцарственные дни Питера Стюйвизента и находились с ним при осаде форта Христина. Воинственного характера своих предков он, впрочем, не унаследовал. Я заметил уже, что это был простой, добродушный малый. Больше того, он был хороший сосед и покорный, забитый супруг. Последнему обстоятельству он и был обязан, по-видимому, той кроткостью духа, которая снискала ему всеобщую любовь и широкую популярность. Ибо наиболее услужливыми и покладистыми вне своего дома оказываются мужчины, привыкшие повиноваться сварливым и вечно бронящимся женам. Их нрав, пройдя через огненное горнило домашних невзгод, становится, вне всякого сомнения, гибким и податливым, ибо супружеские нахлобучки лучше всех проповедей на свете научают человека добродетели, терпения и послушания. Вот почему сварливую жену в некоторых отношениях можно считать благословением неба, а раз так, Рип Ван Винколь был благословен трижды. Как бы там ни было, но он бесспорно пользовался горячей симпатией всех деревенских хозяюшек, которые, согласно обыкновению прекрасного пола, во всех семейных неурядицах Рипа неизменно становились на его сторону. И когда тараторили друг с другом по вечерам, не упускали случая взвалить всю вину на тетушку Ван Винколь. Даже деревенские ребятишки встречали его появление шумным и радостным гомоном. Он принимал участие в их забавах, мастерил им игрушки, учил запускать змея и катать шарики, и рассказывал нескончаемые истории про духов, ведьм и индейцев. Когда бы не проходил он по деревне, его постоянно окружало ватага ребят, цеплявшихся за полы его одежды, забиравшихся к нему на спину и безнаказанно учинявших тысячи шалостей. Кстати, не было ни одной собаки в окрестностях, которое пришло бы в голову на него залаять. Большим недостатком в характере Рипа было непреодолимое отвращение к производительному труду. Это происходило, однако, не потому, что у него не хватало усидчивости или терпения, ведь сидел же он сидним, бывало, на мокром камне с удочкой, длинный и тяжелый, как татарская пика, и безропотно удил целыми днями даже в тех случаях, когда ни разу не клюнет. Бродил же он часами с ружьем на плече по лесам и болотам, по горам и по долам, чтобы подстрелить нескольких белок или лесных голубей. Никогда не отказывался он пособить соседу даже в самой трудной работе и был первым, если в деревне поднимались сообща лущить кукурузу или возводить каменные заборы. Жительницы деревни привыкли обращаться к нему с различными поручениями или просьбами, сделать для них какую-нибудь мелкую докучливую работу, взяться за которую не соглашались их менее покладистые мужья. Короче говоря, Рип охотно брался за чужие дела, но отнюдь не за свои собственные. Исполнять обязанности отца семейства и содержать ферму в порядке представлялось ему немыслимым и невозможным. Он заявлял, что обрабатывать его землю не стоит, это, мол, самый скверный участок в целом краю. Все растет на нем из рук вон плохо и всегда будет расти отвратительно, несмотря на все труды и усилия. Изгороди у него то и дело разваливались. Корова неизменно умудрялась заблудиться или попадала в чужую капусту. Сорняки на его поле росли, конечно, быстрее, чем у кого бы то ни было. Всякий раз, когда он собирался работать вне дома, начинал как нарочно лить дождь. И хотя доставшаяся ему по наследству земля, сокращаясь акр за акром, превратилась в конце концов, благодаря его хозяйничанию, в узкую полоску картофеля и кукурузы, полоска эта была наихудшую в этих местах. Дети его ходили такими оборванными одичалами, словно росли без родителей. Его сын Рип походил на отца, и по всему было видно, что вместе со старым платьем он унаследует и отцовский характер. Обычно он трусил мелкой рысцой, как жеребенок по пятам матери, облаченные в старые отцовские проношенные до дыр штаны, которые с великим трудом придерживал одной рукой, подобно тому, как нарядные дамы в дурную погоду подбирают шлейф своего платья. Рип ван Винколь, тем не менее, принадлежал к разряду тех вечно счастливых смертных, обладателей легкомысленного и беспечного нрава, которые живут, не задумываясь, едят белый хлеб или черный, смотря по тому, какой легче добыть без труда и забот, и скорее готовы сидеть сложа руки и голодать, чем работать и жить в довольстве. Если бы Рип был предоставлен себе самому, он посвистывал бы в полное свое удовольствие на протяжении всей своей жизни. Но, увы, супруга его жужжала ему без устали в уши, твердя об его лени, беспечности и о разорении, до которого он довел собственную семью. Утром, днем и ночью ее язык трещал без умолку и передышки. Все, что бы ни сказал и что бы не сделал ее супруг, вызывало поток домашнего красноречия. У Рипа был единственный способ отвечать на все проповеди подобного рода, и благодаря частому повторению это превратилось в привычку. Он пожимал плечами, покачивал головой, возводил к небу глаза и упорно молчал. Впрочем, это влекло за собой новые залпы со стороны его неугомонной супруги, и в конце концов ему приходилось отступать с поля сражения и скрываться за пределами дома. Ведь только эти пределы и остаются несчастному мужу, живущему под башмаком у жены. Среди домашних единственным другом Рипа был пес по имени Волк, существо не менее подбашмачное, чем его бедняга-хозяин. Ибо госпожа Ван Винколь, считая, что они товарищи по безделью, злобно косилась на Волка, видя в нем причину частых отлучек ее супруга. Волк же, в сущности говоря, обладал всеми чертами характера, которые полагается иметь честному псу. Он не уступил бы в отваге ни одному зверю, рыскавшему в лесах. Но какая отвага устоит перед нападками злого женского языка? Стоило Волку переступить порог дома, и облик его сразу преображался. Понурый, с опущенным в землю или зажатым между ног хвостом, крался он с видом преступника, то и дело бросая косые взгляды на хозяйку Ван Винколь при малейшем взмахе метлы или половника, своем и визгом кидаясь за дверь. С годами семейная жизнь Рипа становилась все тягостнее. Дурной характер никогда не смягчается с возрастом. А острый язык — единственный из всех режущих инструментов, который не только не притупляется от постоянного употребления, но наоборот делается все острее и острей. Будучи принужден частенько покидать домашний очаг, Рип мало-помалу привык находить от раду в посещении, так сказать, постоянного клуба мудрецов, философов и прочих деревенских бездельников. Клуб этот заседал на скамье у небольшого трактира, вывеской которому служил намалеванный красной украской портрет его королевского величества Георга Третьего. Здесь просиживали они в холодке нескончаемый летний день, бесстрастно передавая друг другу деревенские сплетни или сонно пережевывая бесчисленные истории ни о чем. Впрочем, иным государственным деятелям стоило бы выложить хорошие денежки, чтобы послушать глубокомысленные дискуссии, возникавшие порой между ними, когда какой-нибудь случайный проезжий снабжал их старой газетой. С какой торжественностью внимали они тогда неторопливому чтению Дерека Ван Бумеля, школьного учителя, маленького и опрятного ученого-человечка, который, не запнувшись, мог произнести самое гигантское слово во всем словаре. С какой мудростью толковали они о событиях многомесячной давности. Общественным мнением в этом высоком собрании заправлял Николай Ведер, патриарх деревни и владелец трактира, у порога которого он восседал с утра до ночи, передвигаясь ровно настолько, сколько требовалось, чтобы укрыться от солнца и остаться в тени могучего дерева, так что соседи, наблюдая его движения, могли определять время с такой же точностью, как если бы перед ними были солнечные часы. Правда, голос его можно было услышать не часто, зато трубкой своей он дымил беспрерывно. И все же его приверженцы, а у великих людей всегда бывают приверженцы, отлично понимали его и умели угадывать его мнение. Было замечено, что если чтение или рассказ вызывали в нем неудовольствие, он начинал яростно попыхивать с трубкой, выпуская изо рта частые, короткие и сердитые клубы дыма. Если же, напротив, они ему нравились, он медлительно и спокойно затягивался и выпускал дым легкими мирными облачками. Время от времени, вынув изо рта трубку, он степенно кивал головой в знак полного одобрения, и тогда около его носа завивался ароматный дымок. Но даже из этой твердыни бедный Рип был выбит в конце концов своей усвороливой женой, которая не раз нарушила спокойствие и безмятежность достопочтенного сборища, ставя членов его ни во что и допекая их своими насмешками. Даже священную особу Николай Ведера не пощадил дерзкий язык этой бешеной фурии, обвинявший его во всеуслышании в том, что он потворствует праздным наклонностям ее легкомысленного супруга. Бедняг Рип был доведен таким образом почти до отчаяния. Единственное, что ему оставалось, чтобы избавиться от работы на ферме и брани жены, это взять в руки ружье и отправиться бродить по лесам. Здесь присаживался он иногда к подножию дерева и делился содержимым своей охотничьей сумки с волком, которому испытывал сострадание, как к товарищу по несчастью. «Бедный волк», — говаривал он в таких случаях, — «твоя хозяйка устраивает тебе чертовски собачью жизнь». «Ничего, приятель, пока я жив, есть кому за тебя постоять». Волк помахивал хвостом, грустно смотрел на хозяина, и если только собаки способны сочувствовать людям, я охотно поверю, что он от всего сердца отвечал Рипу взаимностью. Как-то в погожий осенний день, совершая вылазку подобного рода, Рип неприметно для себя самого забрался высоко в горы. Он предавался излюбленной им охоте на белок, и безлюдные горы отвечали многократным эхом на его выстрелы. Уже к вечеру, тяжело дыша от усталости, опустился он на зеленый, поросший горной травою бугору самого края пропасти. Оттуда, сквозь просветы между деревьями, он видел обширную, тянувшуюся на многие мили равнину, покрытую густым лесом. Где-то внизу, там, далеко, далеко, величаво и безмолвно катил свои воды могучий гудзон. Лишь изредка на его зеркальном лоне можно было заметить отражение багряного облачка или паруса, медлительный, как бы застывший на месте барки. Но и самый гудзон терялся, наконец, в синеве дальних предгорий. С противоположной стороны перед ним открывалась глубокая, зажатая горами лощина, дикая, пустынная, взъерошенная, дно которой, заваленное обломками нависших сверху утесов, было едва освещено отцветами лучей заходящего солнца. Рип лежал и задумчиво глядел на эту картину. Наступал вечер. Горы отбрасывали длинные синие тени, закрывая ими долины. Рип понял, что стемнеет гораздо раньше, чем он успеет достигнуть деревни. И, тяжко вздохнув, представил себе грозную встречу, готованную ему госпожою Ван Винколь. Вдруг, когда он собрался уже спускаться с горы, до него донесся издали окрик. «Рип Ван Винколь! Рип Ван Винколь!» Рипа взглянул во все стороны, но кругом никого не было, кроме вороны, направлявшей свой одинокий полет через горы. Он решил, что воображение обмануло его, и снова приготовился к спуску, как вдруг услыхал тот же голос, отчетливо прозвучавший в тихом вечернем воздухе. «Рип Ван Винколь! Рип Ван Винколь!» В то же мгновение волка щетинился, зарычал, прижался к хозяину и замер, испуганно смотря вниз. Теперь и Рип проникся какой-то смутной тревогой. Он устремил беспокойный взгляд в направлении, подсказанном ему волком, и различил, наконец, причудливую фигуру какого-то человека, с усилием взбиравшегося на скалы и сгибавшегося под тяжестью ноши, которую он тащил на спине. Он удивился, встретив человеческое существо в такой пустынной и обычно никем не посещаемой местности, но, решив, что это кто-нибудь из окрестных жителей, нуждающийся в его помощи, поспешил на зов и начал спускаться. Приблизившись, он еще больше поразился странной наружности незнакомца. Перед ним стоял маленький коренастый старик с густой угривой волос и седой бородой. Одет он был по старинной голландской моде, — суконный камзол, перетянутый у пояса ремнем, и несколько пар штанов, причем верхние, необыкновенно широкие, были украшены сбоку рядами пуговиц, а у колен — бантами. Он тащил на плече изрядный бочонок, очевидно наполненный водкой, и подавал Рипу знаки, прося его приблизиться и помочь. Хотя Рип несколько оробел и не чувствовал особого доверия к незнакомцу, все же он со всегдашней готовностью откликнулся на его просьбу. И вот, помогая друг другу, они стали карабкаться вверх по промоине, представлявшей собой, надо полагать, высохшее русло ручья. Во время подъема Рип не раз слышал глухие удары, напоминавшие раскаты далекого грома. Они доносились, казалось, из глубокого, вытянутого в длину оврага, или, вернее, ущелья между высокими скалами. К нему-то и вела та неровная, усыпанная щебнем тропа, которой они шли. Рип на мгновение остановился, и, рассудив, что это должно быть отдаленный гул быстротечного грозового ливня, какой часто бывает в горах, тронулся дальше. Пройдя ущелье, они вышли в лощину, похожую на маленький амфитеатр. Ее со всех сторон окружали отвесные скалы, с краев которых свешивались ветви деревьев, так что снизу можно было увидеть лишь клочки лазурного неба или порою яркое вечернее облачко. За все это время ни Рип, ни его спутник не проронили ни слова. И хотя первый ломал себе голову, зачем же тащить бочонок с водкой в дикие пустынные горы, он так и не решился обратиться за разъяснением к старику, ибо в нем было что-то необыкновенное и непостижимое, внушавшее страх и исключавшее возможность сближения. Добравшись до амфитеатра, Рип увидел немало достойного удивления. Посредине, на гладкой площадке, компания странных личностей резалась в кегли. На них было причудливое иноземное платье, одни в кургузах куртках, другие в камзолах с длинными ножами у пояса, и почти все в таких же необъятных штанах, какие были на проводнике Рипа. Но и помимо платья, все в их наружности было необычайно. У одного длинная-предлинная борода, широкое лицо и маленькие свиные глазки. Лицо другого, на нем был белый колпак, похожий на сахарную голову и украшенный красным петушьим перышком. Состояло, казалось, из одного носа. У всех были бороды различной формы и различного цвета. Один из них был, по-видимому, начальником. На этом дюжем пожилом джентльмене с обветренным красным лицом был кафтан с голунами, широкий пояс и кортик, а также шляпа с высокой тульей и перьями, красные чулки и башмаки на высоченнейших каблуках, украшенные спереди пряжками. Вся группа в целом напомнила Рипу картину фламандского живописца в гостиной Ваншейка, деревенского пастора, привезенную из Голландии еще в те времена, когда здесь было основано первое поселение. Но вот что больше всего поразило Рипа. Хотя эти ребята, судя по всему, развлекались от всего сердца, они удерживали на своих лицах суровое выражение и хранили таинственное молчание. Никогда еще Рипу не доводилось присутствовать при такой унылой забаве. Кроме стука шаров, который будил в горах громкое эхо, грохотавшее подобно громовым раскатом, ничто не нарушало безмолвие этой сцены. Когда Рип со своим спутником подошли ближе, эти люди разом прервали игру, и каждый из них уставился на него упорным, как у изваяния, взглядом. Их лица были такие странные, такие чужие, такие безжизненные, что у Рипа ёкнуло сердце и задрожали поджилки. Между тем его спутник стал разливать содержимое бочонка по большим кубкам, и знаком показал Рипу, что их следует поднести играющим. Рип повиновался со страхом и дрожью. В глубоком молчании проглотили они напиток и снова возвратились к игре. Мало-помалу Рип освоился с окружающим. Его страх и тревога прошли. Он осмелился даже, разумеется, лишь тогда, когда никто не глядел в его сторону, отведать напитка и нашел, что по вкусу и запаху это отменная голландская водка. И так как по натуре своей он был вечно жаждущей душой, его вскоре стало томить искушение. Не хлебнуть ли еще разочек? Но поскольку один глоток влечет за собою другие, он прихлебывал себе да прихлебывал. Так что сознание его в конце концов затуманилось, голова стала тяжелой и опустилась на грудь, и он погрузился в глубокий сон. Проснувшись, Рип увидел себя на том же зеленом бугре, с которого он впервые заметил вчерашнего старика из ущелья. Он протер глаза. Было яркое, ясное утро. В кустах порхали и чирикали птички. В небе широкими кругами парил орел, подставляя грудь чистому горному ветру. Неужели, — подумал Рип, — я провел тут ночь напролет? Он припомнил все, происшедшее с ним перед тем, как он задремал. Странный человек с бочонком голландской водки, котловина в горах, дикий уголок среди скал, унылая партия в кегле, кубок. — Ох, этот кубок, — подумал Рип, — этот проклятый кубок. Как же мне оправдаться перед госпожою Ван Винколь? Он осмотрелся, разыскивая свое ружье, но вместо нового, отлично смазанного дробовика нашел рядом с собою старый кремневый мушкет. Ствол был изъеден ржавчиною. Замок отвалился. Червями источено ложа. Он заподозрил, что давешние суровые и немые гуляки, которых он встретил в горах, сыграли с ним шутку и, напоив водкой, стянули ружье. Волк тоже исчез. Впрочем, он мог заблудиться, погнавшись за куропаткой или белкой. Рип свистнул и кликнул его по имени. Все было напрасно. На его свист и крики многократно ответило эхо. Собаки же нигде не было. Он решил еще раз наведаться в те места, где вчера шла игра в кегли. Если встретится кто-нибудь из игроков, он потребует с него ружье и собаку. Поднявшись на ноги, чтобы выполнить это намерение, он почувствовал ломоту в суставах и заметил, что ему недостает былой легкости и подвижности. «Уж эти постели в горах, они, видно, не для меня», — подумал Рип. «Если после такой прогулочки я схвачу ко всему еще ревматизм, попадет же мне от хозяйки Ван Винколь». С трудом спустившись во враг, он отыскал промойну, по которой вчера вечером поднимался со своим спутником в гору. К его изумлению, по ней катился теперь, перескакивая со скалы на скалу и оглашая враг ревом и рокотом бурный горный поток. Рип, тем не менее, стал карабкаться вверх вдоль его берега, и ему пришлось пробираться сквозь заросли лавра, березняк и лещину, путаясь и по временам, увязая среди густых лос дикого винограда, который, цепляясь за деревья своими усиками и завитками, соткал на его пути своеобразную сеть. Наконец добрался он до того места в ущелье, где между утесами должен был открыться проход в амфитеатр, но не обнаружил и следа какого-либо прохода. Скалы вздымались отвесной непреодолимой стеной. Сверху легкой полосой перистой пены низвергался поток, стекавший в просторный водоем, глубокий и черный, укутанный тенью растущего вокруг леса. Здесь бедный Рип волей-неволей остановился. Он еще раз свистнул и позвал своего пса, но в ответ донеслось лишь карканье праздных ворон, кружившихся высоко в воздухе над сухим деревом, свисавшим в озоренную солнцем пропасть. Вороны, чувствуя себя в безопасности, еще бы, на такой высоте, поглядывали насмешливо вниз и потешались, казалось, над замешательством бедного Рипа. Что ж теперь делать? Утро проходило. Он испытывал голод. Он ведь не завтракал. Его огорчила потеря ружья и собаки, он страшился встречи с женой, но не помирать же ему было с голода в этих горах. Покачав головою, он взвалил на плечо ржавый мушкет и с сердцем, исполненным забот и тревоги, направился во свояси. Подходя к деревне, Рип повстречал нескольких человек, но среди них никого, кто был бы ему знаком. Это несколько удивило его, ибо он думал, что у себя в округе знает всякого встречного и поперечного. Одежда их, к тому же, была совсем другого покроя, чем тот, к которому он привык. Все они глазели на него с одинаковым удивлением и, всякий раз взглянув на него, неизменно хватались за подбородок. Видя постоянное повторение этого жеста, Рип невольно последовал их примеру и, к своему изумлению, обнаружил, что у него выросла борода длиной в добрый фут. Он вошел, наконец, в деревню. Ватага незнакомых ребят следовала за ним по пятам. Они гикали и указывали пальцами на его белую бороду. Собаки, но и среди них не было ни одной старой знакомой, бросались на него, надрываясь от лая. Да и деревня тоже переменилась. Она разрослась и сделалась многолюдней. Перед ним тянулись ряды домов, которых он прежде не видел, а между тем хорошо известные ему домики исчезли бесследно. Чужие имена на дверях, чужие лица в окнах — все стало чужое. Было отчего, потерять голову. Рип начал подумывать, уж не попали ли под власти колдовских чар он сам и весь окружающий мир. Конечно, и в этом не могло быть сомнений, пред ним была родная деревня, которую он покинул только вчера. Там высятся Кацкельские горы, вдалеке осеребрится быстрый Гудзон, а вот те же холмы и долины, которые были тут испокон веков. Рип не на шутку смешался. «Вчерашний кубок», — подумал он, — «задурил мне, видимо, голову». Не без труда нашел он дорогу к своему дому, которому, кстати сказать, стал подходить с немым страхом, ожидая, что вот-вот раздастся пронзительный голос госпожи Ван Винколь. Дом оказался в полном упадке. Крыша обвалилась, окна разбиты, двери сорваны с петель. Вокруг дома бродила тощая, полуголодная, похожая на волка собака. Рип кликнул ее, но она с ворчанием оскалила зубы и удалилась. Это было уж вовсе обидно. «Моя собственная собака», — вздохнул бедный Рип, и та забыла меня. Он вошел в дом, который госпожа Ван Винколь, надо отдать справедливость, всегда содержала в чистоте и порядке. Дом был пуст, заброшен и явно покинут. Такое запустение заставило его забыть всякий страх пред супругой, и он стал громко звать ее и детей. Пустые комнаты на мгновение огласились звуками его голоса, затем снова воцарилась мертвая тишина. Рип торопливо вышел из дому и зашагал к своему старому приюту и утешению — деревенскому кабачку. Но и кабачок бесследно исчез. На его месте стояла большая покосившаяся деревянная постройка, зияющая широкими окнами. Некоторые из них были разбиты и заткнуты старыми шляпами или юбками. Над входом в здание красовалась вывеска «Гостиница Союз Джонатана Дулитля». Вместо могучего дерева, по тенью которого безмятежно ютился когда-то скромный голландский кабачок, торчал простой голый шест с чем-то вроде красного ночного колпака на самой верхушке. На шесте развивался также флаг с изображением каких-то звезд и полос. Все это было чрезвычайно странно и непонятно. Он разглядел, впрочем, на вывеске, под которой не раз мирно курил свою трубку, румяное лицо короля Георга Третьего. Но и тот тоже изменился самым поразительным образом. Красный мундир стал канареечно-голубым. Вместо скипетра в руке оказалась шпага. Голову венчала треугольная шляпа, и внизу крупными буквами было выведено «Генерал Вашингтон». Как всегда, у дверей толклось много народу, но среди них не было никого, кого бы Рип помнил. Изменился, казалось, даже самый характер людей. Вместо былой невозмутимости и сонного спокойствия во всем проступали деловитость, напористость, суетливость. Гриб тщетно искал глазами, где же мудрый Николай Веддер с его широким лицом, двойным подбородком и славную длинную трубкой, взамен праздных речей, наделявших своих собеседников густыми клубами табачного дыма. Или школьный учитель Ван Буммель, пережевывавший содержание старой газеты. Вместо них, тощий, жалочного вида субъект, карманы которого были битком набиты какими-то объявлениями, шумно разглагольствовал о гражданских правах, о выборах, о членах Конгресса, о свободе, о Банкерс Хилле, о героях 1776 года и о многом другом. Так что речь его показалась ошеломленному Рипу каким-то вавилонским смешением языков. Появление Рипа, его длинная белая борода, ржавый кремневый мушкет, странное платье и целая армия женщин и ребятишек, следовавших за ним по пятам, немедленно привлекли внимание трактирных политиканов. Они обступили его и с великим любопытством стали разглядывать с головы до ног и с ног до головы. Оратор в мгновение ока очутился возле Рипа и, отведя его в сторону, спросил, за кого он будет голосовать. Рип недоуменно уставился на него. Не успел он напомниться, как какой-то низкорослый и юркий маленький человечек дернул его за рукав, поднялся на носки и зашептал ему на ухо. «Кто же вы? Федералист? Демократ?» Рипа на этот раз не понял ни слова. Вслед за тем почтенный и важный пожилой джентльмен в треуголке с острыми концами пробился к нему сквозь толпу, расталкивая всех и слева, и справа локтями, и, остановившись перед Рипом ван Винклем, подбоченился, опёрся другой рукой на трость и, проникая как бы в самую душу его своим пристальным взглядом и остриём своей треуголки, строго спросил, на каком основании он явился на выборы вооружённым и чего ради привёл с собой толпу? Уж не намерен ли он поднять в деревне мятеж? «Помилуйте, джентльмены!» — воскликнул Рип, окончательно сбитый с толку. — Я человек бедный и мирный, уроженец здешних мест и верный подданный своего короля, да благословит его бог. Тут поднялся отчаянный шум. — Тори! Тори! Шпион! Иммигрант! Держи его! Долой! Бэнкерс-Хилл — возвышенность близ Бостона, на которой 17 июня 1775 года произошло сражение между жителями американских колоний и английскими войсками. В борьбе за независимость победу одержали повстанцы. Важный человек в треуголке с превеликим трудом восстановил, наконец, порядок, и, придав себе ещё большей важности и суровости, ещё раз допросил неведомого преступника, зачем он явился сюда и кого он разыскивает. Бедняга Рип стал смиренно доказывать, что ничего худого он не замыслил и явился сюда лишь за тем, чтобы повидать кого-нибудь из соседей, обычно собирающихся возле трактира. — Отлично! Но кто же они? Назовите их имена! Рип задумался на минутку, потом сказал «Николай Веддер». Воцарилось молчание. Его нарушил какой-то старик, который тонким визгливым голосом пропищал «Николай Веддер! Вот уж восемнадцать лет, как он скончался и отошёл в лучший мир! Над его могилой, что на церковном дворе, стоял деревянный крест, который мог бы о нём рассказать. Но крест истлел, и теперь от него тоже ничего не осталось. — Ну а где же Бром Детчер? — Ах, этот! Ещё в начале войны он отправился в армию. Одни утверждают, что он убит при взятии приступом в Стони-Пойнт, другие — будто он утонул во время бури у Антона Савоноса. Не знаю, кто из них прав. Он так и не вернулся назад. — А где Ван Бумель, учитель? Он тоже ушёл на войну, стал важным генералом и теперь заседает в Конгрессе. Услышав о переменах, происшедших в родной деревне, и о жестокой судьбе, отнявшей у него старых друзей, и рассудив, что он остался теперь один одинёшенек на всём белом свете, Рип почувствовал, как сердце его сжимается и замирает. К тому же каждый ответ порождал в нём глубокое недоумение, ибо дело шло о больших отрезках времени и о событиях, которые не укладывались в его сознании. Война? Конгресс? Стони-Пойнт? Он не решился спрашивать о прочих друзьях и вскричал в полном отчаянии. Неужели никто не знает тут Рипа Ван Винкля? — Ах, Рип Ван Винколь! — раздались голоса в толпе. — Ну ещё бы! Вот он, Рип Ван Винколь! Вот он стоит, прислонившись к дереву! Рип взглянул в указанном направлении и увидел своего двойника, совершенно такого, каким был он, отправляясь в горы. Это был, по-видимому, такой же ленивец и, во всяком случае, такой же оборвыш. Бедняга Рип окончательно растерялся. Он усомнился в себе самом, кто же он — Рип Ван Винколь или кто-то другой? И пока он стоял в замешательстве, человек в треуголке обратился к нему с вопросом. — Кто вы и как вас зовут? — Ты! Господи, Веси! — воскликнул Рип, теряя рассудок. — Ведь я вовсе не я! Я кто-то другой! Вот я стою там! Нет, это кто-то другой в моей шкуре! Вчера вечером я был настоящий, но я провёл эту ночь среди гор, и мне подменили ружьё! Всё переменилось! Я переменился! И я не могу сказать, как меня зовут и кто я такой! Тут присутствующие начали переглядываться, перемигиваться, покачивать головой и многозначительно постукивать себя по лбу. В толпе зашептались о том, что неплохо отнять у старого деда ружьё, а не то, пожалуй, он натворит каких-нибудь бед. При одном упоминании о подобной возможности почтенный и важный человек в треуголке поспешно ретировался. В эту решительную минуту молодая миловидная женщина, протолкавшись вперёд, подошла взглянуть на седобородого старца. На руках у неё был толстощёкий малыш, который при виде Рипа заорал благим матом. «Молчи, Рип!» — вскричала она. «Молчи, дурачок! Дедушка тебе худого не сделает!» Имя ребёнка, внешность матери, её голос — всё это пробудило в Рипе вереницу далёких воспоминаний. «Как тебя зовут, милая?» — спросил он. «Джудит Гардинир». «А как звали твоего отца?» «Его, беднягу, звали Рипом Ван Винклем. Но вот уж двадцать лет, как он ушёл из дома с ружьём на плече, и с той поры о нём ни слуху, ни духу. Собака одна вернулась домой. Но что стало с отцом? Застрелил ли он сам себя? Или его захватили индейцы? Никто на это вам не ответит. Я была тогда совсем маленькой девочкой». Рипу не терпелось выяснить ещё одно обстоятельство, и с дрожью в голосе он задал последний вопрос. «Ну а где твоя мать?» Она тоже скончалась. Это случилось недавно. У неё лопнула жила. Она повздорила с корабейником, что прибыл из Новой Англии. По крайней мере, хоть это известие заключало в себе кое-что утешительное. Бедняга не мог дольше сдерживаться. В одно мгновение и дочь и ребёнок оказались в его объятиях. «Я твой отец!» — вскричал он взволнованно. «Я Рип Ван Винкль, когда-то молодой, а теперь старик Рип Ван Винкль. Неужели никто на свете не признаёт беднягу Рипа Ван Винкля?» Все пялили на него глаза. Какая-то маленькая старушка, пошатываясь от слабости, вышла на конец из толпы, прикрыла ладонью глаза и, вглядевшись в его лицо, воскликнула. «Ну, конечно, это же Рип Ван Винкль, он самый! Добро пожаловать! Где ж ты пропадал, старина в продолжении долгих двадцати лет!» История Рипа была на редкость короткой, ибо целое двадцатилетие пролетело для него, как одна летняя ночь. Окружающие, слушая Рипа, уставились на него и дивились его рассказу. Впрочем, нашлись и такие, которые подмигивали друг другу и корчили рожи. А почтенный человек в треуголке, поминование тревоги, возвратившийся к месту происшествия, поджал губы и покачал головой. Тут закачались и головы всех собравшихся. Тогда порешили узнать мнение старого Питера Вандердонка. Как раз в этот момент он медленно брел по дороге. Он был потомком историка с тем же именем, оставившего одно из первых описаний этой провинции. Питер был самым старым из местных жителей и знал на зубок все примечательные события предания округи. Он тотчас же признал Рипа и заявил, что считает его рассказ вполне достоверным. Он заверил присутствующих, что Каацкельские горы, как подтверждает его предок-историк, искони кишели какими-то странными существами. Передают, будто Гендрик Гудзон, впервые открывший и исследовавший реку и прилегающий край, раз в двадцать лет обозревает эти места вместе с командой своего полумесяца. Таким образом, он постоянно навещает область, бывшую арену его подвигов, и присматривает бдительным оком за рекою и большим городом, названным его именем. Отцу Петру Вандердонка будто бы удалось однажды увидеть их. Призраки были одеты в старинное голландское платье. Они играли в кегли, в котловине между горами. Да и ему самому случилось как-то летом под вечер услышать стук их шаров, похожий на раскаты далекого грома. В конце концов, толпа успокоилась и приступила к более важному делу – к выборам. Дочь Рипа поселила его у себя. У нее был уютный, хорошо обставленный дом и рослый жизнерадостный муж, в котором Рип узнал одного из сорванцов, что забирались в то время к нему на спину. Что касается сына и наследника Рипа, точной копии своего незадачливого отца, того самого, которого мы видели прислонившимся к дереву, то он работал на ферме у зятя и отличался у наследованной от Рипа-старшего склонностью заниматься всем чем угодно, но только не собственным делом. Рип возобновил свои странства и былые привычки. Он разыскал также старых приятелей, но и они были не те. Время они пощадило и их. По этой причине он предпочел друзей из среды юного поколения, любовь которого вскоре снискал. Свободный от каких бы то ни было домашних обязанностей, достигнув того счастливого возраста, когда человек безнаказанно предается праздности, Рип занял старое место у порога трактира. Его почитали как одного из патриархов деревни и как живую летопись давних довоенных времен. Миновало немало дней, прежде чем он вошел в курс местных сплетен и уяснил себе поразительные события, происшедшие за время его многолетнего сна. Много чего пришлось узнать Рипу. Узнал он и про войну за независимость, и про свержение иго Старой Англии, и, наконец, что он сам превратился из подданного короля Георга Третьего в свободного гражданина Соединенных Штатов. Сказать по правде, Рип плохо разбирался в политике. Перемены в жизни государства и империи мало задевали его. Ему был известен только один вид деспотизма, под гнетом которого он столь долго страдал — деспотическое правление юбки. По счастью, этому деспотизму тоже пришел конец. Сбросив со своей шеи ярмо супружества и не страшась больше тирании хозяйки Ван Винколь, он мог уходить из дома и возвращаться домой, когда пожелает. Всякий раз, однако, при упоминании ее имени он покачивал головой, пожимал плечами и возводил вверх глаза, что с одинаковым правом можно было счесть выражением и покорности своей печальной судьбе, и радости по поводу неожиданного освобождения. Рип рассказывал свою историю каждому новому постояльцу гостиницы мистера Дулитля. Было замечено, что вначале он всякий раз вносил в эту историю кое-что новое, вероятно, из-за того, что только недавно пробудился от своих сновидений. Под конец его история отлилась в тот самый рассказ, который только что воспроизвел, и во всей округе не было мужчины, женщины или ребенка, которые не знали ее наизусть. Иногда, впрочем, выражались сомнения в ее достоверности. Кто-то уверял, что Рип попросту спятил, и что его история и есть тот пункт помешательства, который никак не вышибет из его головы. Однако старые голландские поселенцы относятся к ней с полным доверием. И сейчас, услышав в разгар лета под вечер раскаты далекого грома, доносящиеся со стороны Кацкельских гор, они утверждают, что это Генрик Гудзон и команда его корабля режутся в кегли. И все мужья здешних мест, ощущающие на себе Женин Башмак, когда им жить становится невмоготу, мечтают о том, чтобы испить забвение и скупка Рипа Ван Винкля. Вашингтон Ирвинг. Рип Ван Винколь. Рассказ читал Олег Булдаков. Корректор Ольга Усова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова